Матрица. Перезагрузка. Справа от охранника стоит целый ряд шкафчиков рядом со стеной. При смене плана справа уже смотровая кабина. Если зашвырнуть обычный мотоцикл в охранную будку, то мотоцикл взорвется словно газовое хранилище. А приземлиться на обе ноги разве неудобнее? К чему эти грациозные приседания на вытянутую ногу? Ночное время, темные очки, да еще и надетый поверх шлем должны серьезно затруднять обзор Тринити. Но ради стиля можно и потерпеть. Какая удача, что на охраняемом объекте охрана вооружена только безобидными дубинками? В данный момент агент не использует способность уклонения от пуль. Тогда вопрос, почему поливая из двух УЗИ Тринити постоянно мажет? Клише герою непременно снится сон, относящийся к сюжетной части фильма. Это невозможно. Против нас выставили четверть миллиона машин. Это невозможно. Почему? По одной машине на каждого ребенка мужчину и женщину в Зионе. На важное совещание по обеспечению безопасности Зиона Морфеус решил не только опоздать, но и появляется в комнате исключительно в тот момент, когда требуется вставить пару сюжетных фраз. Без сомнения, вам известно, что нам все труднее выходить на связь, не опасаясь перехвата. А вот проводить совещание в Матрице, где в любую секунду могут нарисоваться агенты, конечно же, намного безопасней. Вместо того, чтобы прямо сейчас напасть на убежище, освободившийся Смит-вирус предпочитает всего-навсего передать намек для Нео и убирается в освояси, сохранив интригу для зрителей. Агенты, прежде чем ввязываться в бессмысленный мордобой, должны были для начала попытаться застрелить избранного, а только потом начинать сотрясать воздух своими кулаками. И раз уж машины в курсе, что в Матрице обитает аномалия со сверхспособностями, почему для обнаружения и ликвидации Нео отправлено всего трое агентов, а не целый полк? Агент даже не пытается дотянуться кулаками, чтобы нанести удар по избранному. Изображение цифры 25 в разных сценах выглядит по-разному. Стоило только Нео улететь, как тут же снова нарисовался Смит со своей копией. И где он был все это время? Ждал за углом, пока Нео отполирует рожи агентам? Нео цел? И еще как? Прикидывается Суперменом. Как-то мало верится, что Линк, как человек, рожденный вне Матрицы, знаком с фильмами про Супермена. Когда это он успел их посмотреть? Заходил в Матрицу и бродил по кинопрокатам? В первом фильме Морфеус упоминал, что около 150 лет назад некий избранный освободил первых людей. И сразу же возникает резонный вопрос, как эти первые люди сумели основать и построить такой технологический город в недрах земли? Даже постоянно освобождая людей, это было бы нереально. Где брались материалы, инженеры, технологии? При том, что освобожденные люди из Матрицы обладали уровнем знаний 20 века. Да что такое? Откуда столько голода у этих двоих? На корабле вроде у каждого своя каюта. Разве там нельзя уединиться? Или Морфеус настолько строгий капитан, что не разрешает любимым спать вместе? Через пару дней машины пророю туннель в Зион. А мы тут веселимся и пляшем, когда на самом деле должны пахать без продуху, как стахановцы, готовя оборону, технику и боеприпасы. А что, прикольно, танцы прямо у раскаленной лавы. Как нам известно, пока в Матрице находятся люди, за ними наблюдает и подсказывает оператор. Тогда почему сейчас оператор не видит, как нечто меняет программную оболочку члена экипажа? Да после выхода из Матрицы его сразу должны были изолировать до выяснения всех мельчайших деталей инцидента, а не пускать свободно шататься по Зиону. Технический узел, обеспечивающий выживание людей, как и положено, никем не охраняется. Спускаясь о любой психопат и ломай систему жизнеобеспечения 250 тысяч человек. Нео, это от Пифи. Нам пора. А для начала не хочешь проверить, что там за сообщение, прежде чем собираться в дорогу. Чего это вдруг Смит испугался? Если все равно секунду назад собирался напасть на Нео в присутствии всех остальных. Сейчас-то чем шанс хуже, когда Нео тянет к нему руку и не ждет нападения. При этом никто даже не проявил интереса, что же там Смит прячет за спиной. Есть кто-нибудь? А ты сам не видишь, что тут китаец чаек попивает. Я отведу к ней, но прежде прими мои извинения. По поводу чего? Вот этого. Если основная фишка фильма бои ближнего боя, не нужно их вставлять в каждую сцену. Разве персональный телохранитель Пифи не в курсе, как выглядит избранный? И что этим поединком собирался проверить телохранитель? Что это действительно Нео? Да в мире Матрицы каждый второй владеет аналогичными боевыми искусствами. И чего Нео с ним церемонится, если в состоянии укладывать по несколько агентов одновременно? Не думаю, что программный код китайца более совершенен, чем код агентов, охраняемых Матрицу. Нео опрокинул стакан с палочками. В следующем кадре стакан стоит на прежнем месте. Положение красной конфетки в руке Пифи меняется между кадрами. Ты сможешь спасти Зион, но для этого тебе нужно освободить мастера ключей. Какая-то странная предсказательница. Что касается выбора Нео по спасению Тринити, Пифия говорит загадками, не раскрывая сюжетные подоплеки. А вот чтобы сюжет не застыл на месте, тут же разложила по полочкам, что требуется сделать и кого найти. На заборе прямо за героями написано слово из трех букв. Хорошо, что не на русском. С появлением Смита это слово исчезает. Как только Пифия покидает площадку, справа от Нео материализовался Смит. Как он очутился в середине двора, да еще так, что его не заметил Нео. Или он вбежал в эту дверь, встал посередине в сторонке, дождался пока перед ним соберутся вороны. Потерпел пока уйдет Пифия и решил красивой походкой обратить на себя внимание Нео, балаган да и только. В очках Смита отразился большой прямоугольный осветительный экран съемочной группы. А фокусы со Смитом и не думают заканчиваться. Теперь также непонятным образом он появляется прямо за спиной Нео. Хотя для начала Смиты должны были прийти сюда, на что Нео сразу должен был обратить свое внимание. И почему Нео ничего не предпринимает? Тут и дураку ясно, что гопники Смиты его окружают не просто семечек спросить или с мобилки позвонить. Среди клонов Смита зачесался один совсем уж не похожий дублер. И в чем такая уникальная сила избранного? Если сколько бы он не колотил Смитов, они все равно поднимаются. А если Нео не в состоянии с ними справиться, зачем продолжает бессмысленный бой, когда может запросто включить форсаж и смотаться отсюда куда подальше? Нео вырывает железную трубу, которая здесь точно не была, когда он пролетал мимо этого места секунду назад. Табличка на кирпичной стене здесь драться запрещено через пару секунд бесследно пропадает. Так же как с дерева внезапно испарился черный пакет, висевший на ветвях в предыдущем кадре. Братья Вачовски так раскочегарились в середине боя, что решили поголовно использовать компьютерные модели актеров без какого-либо зазрения совести. Прошу вас садитесь, это моя жена Персифона. Ммм, Моника Белуччи. Эмм, о чем это я? Ах да, герои в курсе, что у жителей Зиона осталось не так много времени до полного уничтожения. И все равно не торопятся искать ответы, а с любезностью и покорством выслушивают километровые бредни от каждого персонажа, вместо того, чтобы сразу задавать нужные вопросы и брать быка за рога. При этом Пифия предупреждала, что Мировинген ключника просто так не отдаст. Добровольно он мастера не отпустит. Почему Нео при помощи своей силы просто не влетел в ресторан и не выкрал французика и не выпытал у него, где заточен ключник? Почему Нео, как сценарный болванчик, использует свою силу только в ответ на акты агрессии против себя? Почему бы не воспользоваться силой, когда это действительно нужно? Пифия больше ничего не сказала. Да. Может мы в чем-то ошиблись? Или чего-то не сделали. Чего вы тут гадаете? Пифия прямо сказала. Добровольно он мастера не отпустит. Он вам его добровольно и не отдал. При этом вам несказанно повезло, что жене французика вдруг стало скучно, и она решила насолить мужу именно в тот момент, когда вы ищете ключника. У тебя будет все, после того, как ты меня поцелуешь. Можно ли тебе верить? Да ладно, Нео, что за вопрос? Такое чувство, что тебе предлагают поваляться в навозе, а ты боишься, что тебя после этого кинут. Персифона повернулась к Тринити, но в отражении в очках она все еще стоит лицом к Нео. В сумочке Персифоны явно кроме ключей больше ничего нет. В следующем кадре она достает из него довольно приличных габаритов четырехствольный пистолет КОП-357. Вроде бы вампиры, а реакции никакой. На случай, если спонтанно придется предать своего мужа, у Персифоны всегда при себе заряженный пистолет с серебряными пулями против вампиров. Люба дорого смотреть, как герои неспешной походкой направляются к камере ключника. И это в тот момент, когда им точно известно, что один из вампиров прямо сейчас на них доносит. Да они как угорелые должны были освобождать ключника, а не бродить в развалочку. Пока Персифона общается с Мировингеном, герои непонятно зачем стоят позади и выслушивают ненужный диалог, хотя могли запросто воспользоваться моментом и сбежать. Мы можем в форме призраков перемещаться на высоких скоростях, но сейчас хочется двигаться с черепашьей скоростью, чтобы мастер ключей однозначно сбежал. Прихвост Немировингена используют разного типа оружия, но все пули, что останавливает Нео одного калибра. Пули упали прямо перед ногами Нео, через секунду на полу чисто. Во время драки пули благополучно вернулись на место. Два непонятных призрачных существа погнали за моей любимой, духовным предводителем и мастером, от которого зависит судьба Зиона, да и хрен с ними, лучше останусь здесь и буду драться против малозначимых упырей. Если Нео в состоянии гасить энергию выпущенных пуль, почему он не останавливает энергию замаха холодного оружия? Какая разница, на какой предмет воздействует силой избранного? Видите, он лишь человек. Ну да, всего лишь человек. Останавливающий пули, не подчиняющийся законам гравитации и обладающий телекинезом. Чего он стоит прижатый к двери, а превратится в призрака не судьба? И зачем Тринити делает из руки отбивную? Когда намного проще и надежнее пальнуть в дверную щель прямо в башку близнецу. Глядишь, ей было бы на одного призрака меньше. Как ни крути, но все равно странно, почему Тринити и Морфеус отправились к непредсказуемому французу практически без оружия, прихватив только по одному вшивому пистолетику. Как-то не вяжется, что такой опытный боец, как Тринити, за пару секунд подставила свое горло под бритву, как последний дилетант. А Морфеус еще тот пофигист. Не побоялся же рискнуть жизнью Тринити и пальнул в существо, с которым знаком не больше пяти минут. И не располагает точной информации, насколько он быстрый. Близнецы преследуют ребят, а я не могу их вытащить. Где они? В пятистах милях к югу от тебя. В пятистах милях от тебя это еще не точные координаты. Куда так ломанулся Нео? Абират, вытащи нас, Ленка. Что значит вытащи нас? Вас-то он, возможно, и вытащит. А куда вы денете ключника? Для начала вам при любом раскладе нужно оторваться от погони и скрыться. Из чего это в Матрице делаются БМВ, что при легком ударе у них как ножом срезается часть кузова. Беря во внимание, как расположен знак ограничения скорости, режиссеры либо перепутали направление движения автомобильного потока, либо им было пофигу, как размещать знаки. Теперь им не уйти. Изгнанник основная цель. Откуда агенты знают, что в машине находится ключник? Они знали об этом заранее? Тогда почему не перехватили героя в ресторане у Мировингена? Под машиной образовался такой столб дыма, словно оттуда запустили баллистическую ракету. Близнец стреляет точно по кадиллаку, но пулевые отверстия дополнительно появляются на рядом идущем фургоне. Клише, чтобы пуля тебя не сразила, пригнись или прикройся рукой. Пулевые отверстия на лобовом стекле машины при смене плана пропадают. На днище Алера приварен металлический лист для более эффективного взаимодействия с трамплином. Чтобы так деформировать машину, агент как минимум должен обладать весом в пару тонн. С дверей машины вдруг куда-то пропала обивка. А в следующем кадре и вовсе зачесался дополнительный каркас и оборудование для автоматического управления машиной. Из какого перепуга вдруг стали взлетать машины? Матрицу явно глючит не по-детски. Агент срывает прочный каркас крыши, как обычный лист бумаги. На дороге творится полный беспредел с перестрелками и серьезными авариями. Но все водители ведут себя как ни в чем не бывало. Статисты, они и в Африке статисты. Но меткости им от этого все равно не прибавилось. Морфеусу несказанно повезло, что близнецы пошли у него на поводу и решили его задавить, а не остановиться в метре и расстрелять в упор. Я с этого, господа, просто офигею. Чтобы нанести удар трехтонной движущейся машине, Морфеус мало того, что должен стать с асфальтом одним целым, так еще должен весить минимум как эта самая машина. На самом же деле, как только Морфеус прикоснулся бы лезвием к кузову, то тут же бы кубарем полетел вслед за Кадиллаком. И какого черта близнецы торчат в машине до последнего? Если в состоянии молниеносно реагировать на вонзаемый в них меч, то здесь-то они должны были моментально покинуть машину, как только она накренилась на бок. Взрыв обычного бензовака под стать в ведру тротила. Триники проходят мимо черного мотоцикла. В следующем кадре черных мотоциклов становится два. Линк, дай программу угона мотоцикла. Без проблем, курс вождения мотоцикла. Линк, тебя попросили программу угона, а не вождение. Как бы это разные вещи. У нарисованного грузовика отсутствует поперечная ось шасси. Морфеус вонзает Катану рядом с верхним краем фуры. В следующем кадре Катана перемещается значительно ниже. Вот это удача, что две фуры сошлись рядом, да еще и движутся на идеальном расстоянии для растяжки Морфеуса. Где-то в этом районе должна торчать ручка от Катаны. А ладно, она вернется, когда потребуется Морфеусу. Вот после этих прыжков и кувырканий на огромной скорости, есть смысл задать вопрос. Почему герои, находясь в полете, остаются строго над фурой? Разве их не должно сносить в сторону потоком воздуха? А еще секунду ты не мог потерпеть, пока агент подойдет поближе, чтобы уж наверняка полосануть его по горлу? Клише, героя спасают за долю секунды до неминуемой смерти. И чем собиралась Необи помогать Морфеусу? Вот этим, не спеша преследуя фуру, пока бывшему возлюбленному начищают морду. И что мешало Необи зайти в программную оболочку, наколдовать себе вертолет и прилететь за Морфеусом? Чем бестолково следовать за фурой и ждать сюжетного поворота? Пока черный дружок не свалится на капот. Даже бесчувственная машина смерти перед совершением убийства предпочитает поболтать, пока кто-нибудь не придет на помощь персонажу. При всем моем уважении, но второе клише со спасением в последнюю секунду за одну минуту это уже перебор даже для Матрицы. Да по такому узкому диаметру 250 тысяч охотников будут до китайской пасхи спускаться к Зиону, даже если скважин будет с десяток. Так, Нео забрал Морфеуса и ключника по воздуху. А вот как с автобана, где полным-полно агентов выбралось Необи? Чудо-телепорт помог под названием монтаж? Система охраны в этом здании очень надежная. Любое колебание датчика и взрыв. Без электричества не будет взрыва. Какая-то высшая степень ахинеи? Если система взлома здания настолько сложная, но при этом ее все равно можно взломать, для чего было подключать здание к общей системе электроснабжения города? Почему архитектор просто не создал замкнутую систему, чтобы никто не мог проникнуть в его кабинет? А если изначально предполагалось, что избранный должен добраться до архитектора, для чего так усложнять систему допуска? Что приходится взрывать целую электростанцию? Все равно кроме избранного дверь открыть никто не может. Как вообще с таким усложненным мышлением архитектор создавал простые вещи в мире Матрицы? Смит смотрит прямо на героев, при этом в его очках отражается совершенно пустой коридор. Ну вот опять, для чего Нео разводит демагогию со Смитом, прекрасно зная, что сейчас начнется мордобой не в его пользу. Почему пока Смит один в коридоре, Нео не откинет его в сторону и не скроется с друзьями за заветной дверью? Вот скажите мне, с какой целью вместе с Нео потащился Морфеус? Если от него здесь толку, как с козла Молока. Он вошел с Нео в Матрицу, прошел с ним в коридор лазейку, после чего Нео спас его от Смита. Затем Нео пронес Морфеуса в последнюю комнату, и откуда Морфеус благополучно отключается от Матрицы. Выходит, бессмысленный поход Морфеуса притянут только для того, чтобы когда потребовалось отключить резервное питание, в Матрицу смог войти последний незадействованный член экипажа Тринити и продолжить сюжетную историю с выбором Нео. Ох уж эти поблажки главным героем, для обезвреживания Тринити любезно нарисовался только один агент. И зачем Тринити взялась сражаться с агентом? Если их на раз вырубает избранный, это не отменяет того, что они перестали быть опасны для простых смертных. Тринити, можешь сказать спасибо декораторам. Только ради тебя они напихали, где только можно гипсокартоновых стен. Агент прячется в укрытие при виде оружия. Что-то новенькое. Поступить как здравомыслящий человек и совершить прыжок на соседнее здание? Куда уж там. Лучше выброситься из окна 60 этажа и шваркнуться плашмя об асфальт. Вы только гляньте, спаситель человечества во всей красе. Ради спасения любимой создал такой аномальный поток завихрения воздуха, что угробил наверное не одну сотню людей. А что в пророчестве же говорилось, что он освободит людей из матрицы? Так он и освобождает. Только прямиком в могилу. Охренеть. Вот именно, охренеть. Хорошо, когда ты необъяснимая патология матрицы. И в тебе в любую секунду может проснуться способность универсального лекаря и воскресителя. Субтитры подогнал «Симон»!